Собор был построен в 1672 году, в настоящее время у нас три 16 сестер, половина из них уже пенсионного возраста, больше 70, половина монархи. Мы всегда молимся и вспоминаем ваше распоряжение 1998 года на передачу. То есть боковые иконостасы, малые, были переданы из Могилевских музеев, а главный находился в Минске. И не получалось ее вернуть, и тогда с помощью вашего распоряжения вернули детали и начали восстанавливать. И сегодня этот иконостас радует... Ну это шикарно, чудо какое. Все верующие благодарны. У нас есть с чем сравнить, так как в России были закрыты храмы, а у нас люди со слезами и с благодарностью молились в том числе и за вас. И все живы и здоровы. За всех ваших близких. Слава Богу. Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам, вам и мне вернется в столице. Молодцы могилевчане, многое сделали. Теперь все надо объединить так, чтобы город был целостным таким комплексом. Некоторые решения мы приняли здесь по дополнительному финансированию и строительству некоторых объектов. Вплоть до того, что сад напротив высадим, и матушка взяла обязательство, что она вместе с вами будет смотреть этот сад. Мы очень рады присутствовать здесь с вами в этом замечательном месте. Значит, не пригнали вас сюда. Нет, сами пришли. Не заставили. Сами пришли. Очень приятно, очень теплые слова мы слышим от вас. Меня зовут Наталья, и я мама пятерых деток. И я знаю, насколько важно... Ну, разве можно ей поверить, что у нее пятеро детей? Спасибо большое. И я знаю, насколько это важно для нас, что дороги к храму, дороги к святыням в настоящее время открыты. Спасибо вам большое за это. И, если можно, я задам вам вопрос. А скажите, может быть, есть какие-то воспоминания об этом месте? Мы очень часто здесь бывали, хотя учился я там далеко, но жил на Ленина, жил рядом. И мы часто бывали здесь. Меня интересовал Днепр. Я помню вот свой первый раз, когда я один сюда пришел и пошел прямо к Днепру, чтобы посмотреть Днепр. Но я так к нему не смог подойти, потому что все заросло. Я как деревенский человек, где всего-то в деревне хватало, думаю, боже мой, ну разве в Могилеве, в городе, областном такое может быть? Вот это мое первое воспоминание, когда я сюда пришел. Вот я подлетал на вертолете сюда, посмотрел на мост юбилейный, на Кирова с юбилея до моста. Вот постарше люди помнят, это же горе было. В Советском Союзе начали строить, Союз развалился, а мост нужен был как хлеб для того, чтобы переправиться на ту сторону. И это был первый объект, который я построил в стране. Вот я придирчиво смотрю на территорию, когда облетаю страну, должен сказать, что Могилевская область вся зеленая. Почти везде порядок навели на полях. И дай Бог, может, и урожай будет хороший. Спасибо большое вам за ваше впечатление, за ваше воспоминание. В свою очередь я тоже хочу пообещать вам, что я сделаю все, что от меня зависит. Для того, чтобы мои дети были достойными людьми. Спасибо. Спасибо вам. Главное, ну, хоть троих, а тут пять. Мы красавицы. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Меня зовут Мария. Мне хотелось бы сказать, что наше поколение выросло в независимой стране, о которой сегодня знают во всем мире. Именно это вселяет в нас веру в будущее. Мы живем на родной земле, и мы знаем, что именно здесь наши мечты осуществятся. Как осуществилась моя мечта, которую я изобразила на своей картине 15 лет назад. Даришь? Да, конечно. Я от души хочу... Написала эту картину? Да, я написала сама 15 лет назад. Я еще была маленькой девочкой и мечтала о том, что нас будет возрождаться храма. 15 лет назад, как мне забирают во дворец независимости? Это особая картинка. От души. Спасибо.